Приехал ставить машину, а в гараже потоп. Из канализационного люка по соседству фонтаном бьёт вода. То, что тут ручьи текут из люка, всегда думал, что он вообще заброшенный и нефункционирующий. То есть там вечно пустой был, а тут такая вот, не знаю, боюсь, что в гараж всё у нас потечёт, вот эти вот все ручьи. Сейчас тут морозом всё схватило, а так-то прям ручьёк бил и бил. Алексей вместе с отцом гаражом пользуется около 10 лет. К соседству с канализационным колодцем привык, да и никаких неудобств он раньше не доставлял. Буква «Л» на люке значит «ливневая канализация». Бояться нечего, а тут такое. Алексей даже проверил погреб в гараже, не затопило ли запасы на зиму. Тем временем колодец проснулся вновь. Вода в этом колодце прибывает прямо на глазах. Когда мы только подъехали к месту съёмки, уровень воды в колодце едва доходил до половины. И за несколько минут образовался вот такой поток. Всё бы ничего, но проблема-то масштабная, говорит Алексей. Рядом автомойка. Может, оттуда что-то вредное сливать начали? Самое ужасное то, что всё это идёт в сторону родничка, и, видимо, всё это туда и выпадает. А оттуда ведь народ всю воду пьёт. Много народа туда ходит постоянно. И вот непонятно, что это такое за беспредел. Чтобы предотвратить возможную экологическую катастрофу, мы связались и с директором Владимирводоканала. Что-то случилось, потому что здесь поток прямо идёт. Я там сейчас разбираюсь, всё случилось. Ничего там не случалось. А там никакой угрозы для Казанского века нет. Проблемы разбираем. Сейчас там заместитель мой, Кладов Александр Владимирович. Александра Владимировича ждать долго не пришлось. Предположения о том, что в канализационную систему попали незаконные сливы с близлежащих учреждений, не подтвердились. Просто канализация засорилась. Сотрудники водоканала с проблемой тут же обещали разобраться. Вы прямо в гаражах его увидите. Лужина налита воды. Так что это? Тут пропьют, прочистят. Катастрофа предотвращена. Алексей доволен. Свой гараж, а заодно и казанский родник, защитил. Хотя ему, как говорят экологи, ничего на самом деле и не грозило. Ну, произошёл засор в ливневом колодце водоканала. Насколько я знаю, сейчас бригада уже работает. Я думаю, что в течение ближайшего времени этот засор будет устранён. Значит, никакого ущерба роднику быть не может, поскольку, значит, вода там собирается, в общем-то, достаточно поверхностные стоки, во-первых. Во-вторых, они до родника просто не дойдут. Родник, кстати, сейчас переживает очередной ремонт. И от бдительности сознательных владимирцев зависит в том числе и то, насколько ответственно он будет проведён. Алексей Соков, Иван Людков, Шестой канал.